Привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале JustSmoke. Сегодня будем с вами разбирать каточку, в которой мне удалось собрать аж три легендарные фигуры в три звезды. И это мне еще не повезло, я считаю. Я мог закрыть больше. Я мог закрыть четверку в этой катке изи. Но игра была не на моей стороне, поэтому все так произошло. Ну, по крайней мере, магазин лейтовый, да? На старте смотрите, что у нас здесь происходит. У нас, во-первых, есть классный аугмент, который масштабируется от ваших побед. Чем больше вы побеждаете, тем больше благ вы в этой игре будете иметь. И самое интересное, что чем дальше в лейт, чем больше там фигур у оппонента на столе, тем, соответственно, выше шанс нам получить предметик, дополнительное золото, а может быть дубликатор. Это все можно получать с помощью вот этого аугмента, который я первый взял. Он раньше был у Дрейвена, у легенды. Теперь этой легенд как таковых нет, и вытаскивать его только рандомом. Вот. Что касается стола, да, и вообще моих мыслей по поводу того, как в текущий сет играть, то мы берем изначально просто сильных хедлайнеров, которые нам выпадают, и пытаемся не проигрывать, и дотягивать до стадии, когда мы можем вытаскивать уже там синих хедлайнеров, фиолетовых хедлайнеров, менять хедлайнера, двигаться дальше, и дальше, если у нас золотые не закрываются наши хедлайнеры, синенькие и фиолетовые, то менять их на хедлайнеров легендарных. Вот. Наверное, как-то так. Что касается прям сильных ребят на старте, то однозначно Джинкса входит в список прям таких вот S-тир персонажей, которые, если вам падают, вы просто обязаны их забирать. К тому же, если у вас есть АД-шный сетапчик. Вот. Что я и сделал. Я, собственно, забрал Джинксу и стал сразу же мега-мега сильным. Мне осталось только накинуть на нее там предметик, да, вот сейчас вот первый как раз будем закрывать. Скорее всего, это будет грань. Шепот не так классно смотрится изначально. Грань все-таки урона даст больше. Скорее всего, это будет грань. И лучок. Возможно, вторым номером мы будем закрывать Гинсу, и наша Джинкс уже будет делать грязь. Да, на 2.5 мы уже закрываем сердца. Заводила у меня три штуки. Джинкс, получилось, заводила. Вот, наверное, в линию, где вы хотите играть именно таким образом, что вы делаете свитч, да, что вы не доролливаете Джинкс, не сидите в роллах, если ее не пришло прям очень много, потому что и контеста по ней бывает много, то, наверное, предпочтительнее, чтобы Джинкса была именно заводилой, нежели панком. Потому что на заводилах вы можете доставить два чемпиона допом в заводил, и это будет очень много скорости автотаке. Даже Гинсу не так вам нужна. Но если вдруг это панки, да, и в целом как-то стол особо интересно не закрывается по доп-синергиям, вы всегда можете вкинуть фанатов. Помните то, что через фанатов на Джинксе может быть Гинсу. То есть не может быть, а всегда она там есть. Статично. Всегда будет Гинсу на Джинксе. Такие вот дела. Далее будем с вами собирать сердца, будем двигаться в сторону лейта, и постараемся не растерять много хп. Вот и все. Джинкса на самом деле может быть до восьмого уровня, девятого уровня легко. Если вы держите темп, если вы у время аппаетесь, если вы не забываете про предметы, какой-то худо-бедный есть в фронтлайн. Ну и при этом очень желательно, конечно, чтобы у оппонентов быстро не появлялись золотые тройки, двойки, да, и так далее. Короче, чтобы не было ребят, которые там на 2-6 такой, хоп, я уже собрал. У меня вот Джинкс золотая, пантеон у меня золотой. Здравствуйте, кто меня убьет? Вот видите, остался сундучок. Это как раз-таки у нас идет с нашего первого аугмента сундук. Вот, кстати, у оппонента тоже неплохой аугмент на такую позднюю игру, да, там идет сначала компонент. Нет, сначала идет полноценный предмет, потом идет, по-моему, предмет орна, и потом еще и лучезарный предмет. Там, короче, предметов тебе накидывает прям вот. Силы будет много. Ну и последнее время в рамках... В рамках... Как их звать? В рамках сердец я очень часто стал использовать сену. Если она приходит особенно хедлайнер, то смотрится мега вкусно, если есть на нее билд. Сена плюс эко. Ну и в целом я прям полюбил почему-то трушек. Трушки прям очень понравились. Мне кажется, это одна из таких недооцененных сейчас композиций, которые странно почему-то не играют. Хотя считаю, что 6 true damage могут поздние стадии просто разносить в пух и прах. Много чистого урона. Вот странно то, что сейчас еще как-то люди не включились. Есть сена, которая сразу же может снести фронтлайн в билд, особенно если она золотая. Там моментально будут падать всякие ребята, там амамушки и так далее, которые хотят много впитывать, да. Они будут падать моментально. Также там есть у нас эко, который является отличным танком. Много хилится. Здорово станет. Плюс у нас есть в качестве керри акали. Я понимаю, что в true damage это не самый лучший вариант, да. Но все же она там есть, и она тоже вносит очень много урона. При этом если чистый, да. И самое интересное, что у нее высокий ренж. Она может стоять на фронтлайне, допустим, и если она там кидает в 2-3 цели, да. И если цели рядом больше нет, она может на дистанции 2 ячейки куда-то там закинуть вообще далеко. Вообще в бэклайн. С фронтлайна начать в бэклайн стрелять своими этими кунаями. Вот. Ну и еще один момент. У нас здесь есть Киана. Киана, которая в 6 true damage будущей Т2 будет однозначно взрывать любую фигуру без предметов фронтлайна. Абсолютно любую сразу шотать. Там будет полторы тысячи залетать чистого урона. А если это фигура с предметами, то будет раскидывать по вашей композиции предметы, а также добывать предметы. Короче, я думаю, что true damage сейчас может быть скрытой метой, на которой реально можно апать птэсики. Ну, это такое, знаете, мое субъективное мнение. Возможно, вам следует попробовать прямо после этой игры. Сходите потестировать просто, да, посмотреть, как оно выглядит. Докинуть туда стражей. Докинуть туда, возможно, сону, да, чтобы она давала скорость, либо щиты. Докинуть туда и лао, и плюс зака, и... получить счастье. Ну, это уж такая поздняя, поздняя вариация. Должна быть очень сильная. Особенно, если это золотая сена. Золотая сена разрывная, она у меня на канале есть, можете перейти глянуть. Золотая сеночка может очень много делать. Я тут, знаете, пришел к умозаключению, что... Короче, ну, до пятерки сердца однозначно, ну, прям, очень слабый. Ты там получаешь по 6 золота в рамках 4 раундов, при этом проигрывая, да, ну, как-то маловато. 6-8 золота получает. Какие-то копейки за поражение. А вот семерка, пятерка, пятерка, ну, еще более-менее. Но прям вот ощутимо это семерка, да. И хочется, если ты уже играешь сердца, то рассматривать семерку, поэтому... Пока что буду играть просто полные столы, и, ну, если так уж вышло, что сердца закрылись, окей, идите допом. Семерку без эмблемы закрывать, это допом Каин. Держать хедлайнера однозначно, какого-то слабого, да. Возможно, Ксанта. Неохота как-то, очень-очень больно. Особенно Клэйту становится, когда на 8-9 уровень уже все такие начинают крутиться, да. Приходишь на 8, думаешь, сейчас, подождите, я на 10-й выйду, ребята. А там все дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ. И друг другу помогают вытаскивать синенькие фигурки. И такие, хоп, у одного самерка появилась, хоп, у другого появилась мисс Фортуна. Чем меньше фигур становится, допустим, кто-то вытащил, да, мисс Фортуну золотую. Помимо мисс Фортунки он еще там подобрал Барда, да. Он подобрал на фронтлайн Эко себе. И тут такой человек на Самире. Спасибо, в пуле стало меньше синеньких фигур, я теперь очень быстро соберу себе Урготика и Самиру. Понимаете, они помогают друг другу этими роллами. Такая ситуация, знаете, была, это как лавина такая. Такая же ситуация была с Дрейвеном. Когда один человек такой, блин, я буду ролить фиолог. Я буду приходить в лейт и ролить фиолог. И если бы он был один, еще ладно. Но он был не один. Таких было много. И они друг другу помогали, вытаскивая фиолетовые фигуры. И тогда игра скатилась в помойку прям жестко. То есть никто вообще там ничего не думал по поводу того, что там на столе. Что-то закидывали, какие-то предметки дали. И все, задача была дожить до третьего аугмента. И зайти на восьмой уровень. И все, и начать ролиться. Дальше заролил фиолку в Т3, либо не заролил. Кто-то там, допустим, вытаскивает кайсу. Ты вытаскиваешь там еще кого-то фиолетового персонажа. И вы друг другу тем самым помогаете. Потому что там на вот этот процент, который указан по фиолетовым, уже остается меньше фигур банально. И ты чаще видишь то, что тебе нужно, когда человек забирает другие фигуры. И вот здесь такой же тоже эффект. Если все будут оставаться и ролить синие фигуры, то их будет гораздо проще. То есть эта стратегия становится более доступная. И синенькие, конечно, будут оставаться по итогу в топе. И все такие, блин, да играются только синие. А играются только синие, потому что вы играете синие. Вы помогаете собирать синие фигуры. Если остальные такие, ну, блин, мне как бы Т2 и хватит, я пойду дальше. Если чаще люди будут рассматривать лейт, то чаще лейт и будет играться. Потому что синь будет собирать сложнее. Но тут, конечно, момент несправедливый есть в рамках ограничения, что синяя фигура все еще может выпадать в качестве хедлайнера, когда ты закрыл шестерку. Ну, допустим, у меня уже есть шесть векс, и мне все еще выпадает хедлайнер векс. И я сразу хедлайнером, как раз эту вот самую сложную фазу, три последних персонажа, я закрываю с помощью хедлайнера. И этот момент несправедлив для фиолов и фигур легендарных за пять золота. То есть там уже так не работает. Если забрал шесть, то тебе никогда не выпадает хедлайнер. Ни в фиолетовых, ни в легендарных фигурах. И это несправедливый момент. Поэтому игроки вот и остались. Я думаю, это была ошибка Риотов. Им не нужно было это делать. То есть я не помню, что был такой, знаете, прям жесткий дисбаланс, связанный с этим, но... То есть, ну, с другой стороны, какая разница, где у тебя дисбаланс, да? Если даже я и ошибаюсь. В синих персонажах или в ребятах, кто хотят играть леги и фиолки. Леги и фиолки дадут больше времени поиграть, нет? Ну, либо раз уж вы оставили такой вот бонус для синих персов, нерфить. Нерфить. И я надеюсь, что в следующем обновлении мы увидим эти нерфы. Очень надеюсь. 46 сердечек у нас в сумочке там трясется. Сейчас мы какой-то небольшой ништячок с вами будем получать. Вторым аугментом, обратите внимание, что у меня золото. И теперь мы с вами от сотки будем двигаться, да? И от сотки получать 10 монет каждый раунд допом. Здесь я куда-то, судя по всему, отошел. Блин, забыл чат свернуть, когда делал запись. Плохо. Чат надо было свернуть. Все, вернулся, включился. Пять предметов сюда. Вот это я понимаю. Вчера, знаете, как вот сравнить просто вот этот вот лут, да? Пять предметов. И получить перековку и один компонент. Пять компонентов, либо перековку и один компонент. Что более справедливо в лейте. И каким должно быть вознаграждение в случае, если ты не получил пять компонентов, а получил перековку и компонент. Сколько золота мне должны в лейте закинуть, чтобы оно было равноценно четырем компонентам. Потому что перековку я не считаю равно компонент. Вот моментами в лейте, знаете, когда тебе нужно закрыть там какую-нибудь гинсу, либо шепот, либо на фронт какой-то девчик закинуть. Ты готов там хоть по 20 золота отдать, но чтобы у тебя эти предметы появились по итогу. Потому что ты понимаешь, что на этой стадии тебе твои 20 золота там, или даже 30 золота не дадут того, что даст, допустим, пробив, либо там гинса, либо на фронтлайн поставить какую-то горгулью, терновку, коготь против АПшного сетапа, да? То есть они, ты что хочешь сделай, но с этого золота ты не получишь такого инкама. По итогу. Такой пользы, правильно бы сказать. Я думаю, это тоже несправедливый момент в Teamfight Tactics, и его надо как-то прям срезать максимально. Далее, смотрите, какая у нас здесь штука. У нас появилась Кианка. Я постоянно ее путаю с сеной почему-то. Кианка. И я сразу накидываю на нее руку и даю ей титан. И теперь у этого персонажа есть отхил и есть дефы. И посмотрите, как здорово она играется. Щелк фигуру на 560. Щелк фигуру на 1149. Какая красота, ребят. Хоп, забрали кровопийцу. Оп. Шотнули работягу на 1100 чистого урона. Но скажите, это красиво. Вот люди говорят, что она какая-то слабенькая, какая-то она не такая. Все с Кианкой в порядке. Она достаточно сильная. Вот зря ругают ее. Ее просто нужно правильно собрать в правильный стол. И она наделает грязьки. Но она опять-таки, знаете, она такой вырезатель фронтлайна плюс саппорт, да. Убийца плюс саппорт. Убийца с бонусом. Я помню что-то похожее делал там Кенч, когда проглатывал фронтлайн, стирал какую-то фигуру. И потом спустя время, если он ее добивал, он давал предметик, да. И помните, эта фигура по итогу была очень популярна. То есть его забирали постоянно в любую композицию. А что сейчас случилось? Что поменялось? У нас есть Киана. Да, она фигуру не проглатывает. Но при этом она дает контроль. То же самое, что и делал там Кенч, да. То есть визуально оно поменялось. Но по сути осталось приблизительно то же самое. Правда там Кенч периодически выплевывал просто золото, по-моему. Бывало золото, бывало компонента. А здесь ты стабильно. Если ты добиваешь, ты забираешь всегда компонент. Всегда. Здорово. Поэтому, друзья, я думаю, то, что Кианка вхожа в любую композицию абсолютно. Она для меня стала персонажем таким, как вот Сона. Сона там и Лаои. Персонажи, которые можно закинуть куда угодно. Потому что они просто много импакта делают, да. Забрал я все-таки эту Кейт и сижу вот и думаю, а нахрена я это сделал? Если честно. Нам еще корки найти надо. Нам надо эмблему найти, лопату найти. Уже 4-5. Как-то пока не весело все выглядит, да. И я еще закинул вармок на своего перса, да. Вот который у меня добытчик. Чтобы она жила, чтобы она успевала стакать титан. Также рядышком стоит, обратите внимание, пробив. А у Кианы АДшный урон. Ну, помимо чистого. Посмотрите, что сейчас будет. Тюк. И фигура почти шотнулась. Если бы у нее не было щита, она бы и шотнулась там, легла. Раз предмет есть от Кианки. Два предмет есть от Кианки. Два компонента по итогу, смотрите. Что творит, а? Что творит Кианища? Два компонента сюда за бой. Лук и меч. Здорово. Она прям окупается. Если ее еще правильно позиционировать. Вот билд, который вы в нее закинете, он окупается по итогу. Ну и момент, что касается самих хедлайнеров, я бы вам порекомендовал чаще рассматривать атакующих хедлайнеров, нежели защитных. Атакующих хедлайнер гораздо интереснее. Так, Кианка пошла добывать горелочку. Здесь как-то урона маловато, прокает чистого. Но, блин, у нас всего два турдэмэджа. Это у нас третий? Четвертый, по-моему, да? Четвертый Sunfire. Пятый будет? Да давай пятый. Еще один? Давай шестой. Шесть накидок солнечного пламени, офигеть. Что творит, а? Красиво? Океанка суперзвезда. Океанка суперзвезда. Так, и допом у нас здесь какие-то компоненты летят. Блин, а у меня музыка не слишком громкая. Я вот смотрю, как-то громковато. Ощущение, что... Окей, что-то крутим, ищем. Пытаемся спозиционировать нашу Кианку как-то достойным образом, чтобы она накидывала, продолжала накидывать предметы. Ставить рядышком с персонажами, которые изначально в предметах. Сейчас вот будем упорываться в Гнара. У него много всего интересного. Кровопить полетел. Второй. Она сразу два кровопийца еще закинула. Это три предмета на команду уже. Ну и Гнарчик сбежал. Мы пошли с бэками прикалываться. Еще предметик, еще предметик. Компонент там будет? Вроде как щелкнула именно она. Компонента не дали. Но у меня с первого аугмента падают. Смотри, нет-нет. Да-да. Еще компоненты сюда. Ну, конечно, с точки зрения компонентов получилось, ну, прям, очень жирно. Мы прям на голову выше своих оппонентов. Убийца великанов сюда. В постах можно сразу закидывать в соночку тоже. А нютка, блин, такой экстрасильный персонаж. Кошмар. Самая злая единичка, кстати. Я недавно проснулся, извините, что зеваю, ребята. Ну, простите, простите. Соночкой подхиливаем, даем щиты, даем возможность кианки поработать. Ну, и на бэклайне нужно не забывать, что у меня тоже есть персонажи, которые могут пострелять. Да, у нас есть заряженная сильная кейт. У нас есть люциан, на которого тоже там предметы вон прилетают. Не самые плохие. Решил все-таки бахнуть в урон и докинуть перчатку. И у нас два билда уже на бэклайне есть. На фронтлайне есть билд. Но обратите внимание, что я в текущей катке иду вообще без дефов. На урон. Но я такое решение принял только в связи с тем, что у меня аугментация первая, которая дает мне дополнительную там экономику, компоненты, да, и так далее. Только поэтому все решил играть на урон, чтобы добивать, чтобы убивать. Санфаер будем накидывать. Жалко, он отлетел от нас, мы не продолжили его пинать. Тут шотнули, тут шотнули. Да, и вот еще один наш компонент. Анютка разрывает просто со своим рободоном. И тут Чик сделала соночка красивой свой. Красивый Чик. Поставила точку. Первая соночка на 800 урона с плешиком. Красиво. Вот думаю по поводу еще атакующего предмета, а то мало, да. Блин, на самом деле можно было бы уже горгулью кинуть куда-нибудь в зачка, чтобы хоть немножко, да, обзавестись жирком. Хоть сколько-нибудь жира дайте. Но как-то у меня в этом, в этом лобе гонка. Эмблем, увы, и ах, интересных каких-то нет. Поэтому пока что отыгрываем таким образом. Можно уже на самом деле сердец давно скидывать. Сердца можно убирать. Ну и вот что касается илаой. Когда вы деретесь с оппонентами, которые в бэклайн не влетают, старайтесь одну щупальцу держать на фронтлайне. Потому что при ультимейте, когда илаой будет ультить, она эту щупальцу воскресит. Эта тумбочка, допустим, падает, да. Мы поставили где-то сбоку одну тумбочку. И как илаой дает один свой первый вот этот ультимейт, то сразу идет воскрешение. Вот обратите внимание, мисс Фортуна там золотая фигурировала, да. Говорят, чем контрить? Вообще ничем не контрится. Никак вообще не победить. Ну вот вроде как лейтовый стол как-то ее побеждает, да. Обратите внимание. На стрим люди приходят и говорят, Джо, как? Но она же не контрится. Абсолютно ничем и никак невозможно. Невозможно ее победить. Эти анютки, эти роллы ранние, ну вообще невероятно сильные. Просто берешь, заходишь в катку, берешь первый призматик на добычу, берешь второй призматик на дополнительное золото, все, заходишь в лейт, ловишь на скиле чисто там на седьмом, на восьмом уровне кианку, заряжаешь на нее три предмета. Ну это же так просто, ребята. Право слово. Я думаю, надо еще сильнее нерфить лейт. И усиливать анютку и мисс фортуна. И джина порезать, джина. Мы вчера тоже разгоняли на стриме, что джина нужно срочно резать. Срочный нерв джина. Немедленно. Вот видите, да, чем больше фигур на столе у оппонента, тем все больше и больше наши награды. Десятый уровень. 80 золота. Есть оппоненты. Все так здорово сложилось. Единственное, у нас нет эмблемы. И вроде как биты там какое-то количество есть. И по логике Сона дает там один ультимейт и перекрывает. Мой челлендж. Но мой челлендж заключается в том, чтобы закрыть шестерку битов. И если мы не закрываем шестерку битов, то все напрасно. Поэтому я уже понимаю то, что эмблемы, короче, скорее всего, не будет. Это 5-7. И я уже здесь буду фаниться. Пришла Сона. И по логике всего 3 Соны добрать. С 80 золота. У меня даже больше золота тут на полке. Еще куча золота. Я думаю, около сотки. Да, у нас есть 108 золота. То есть вроде как задача доступная. Остается всего 2 Соны и сотка золота. Даже больше сотки. С учетом стола здесь у меня порядка, не знаю, 130 золота, я думаю. Ну, то есть со стола еще всякое лишнее попродавать. Клинок вполне себе смотрится. Кстати говоря, да, я низкая искра. Хороший вариант. Потому что у нас 2 фигуры, которые вносят много АПшного урона. Но теперь у меня сплэш урон. У меня нет точечного урона. Мы можем проигрывать сетапом, типа, там, той же Мисс Фортуны, да? В Мисс Фортуну хочется бурстануть таким точечным уроном. А не сплэшом. Смотрите, как Соны красиво. Первая пошла, вторая пошла. И у обеих хороший урон, кстати. Дюб. Лог. Я все еще держусь за Кейтлин. Хочу еще круг посмотреть. Капец. Но это уже наивно, наивно. Это очень наивно. Каин, Джин. Зикс закрывается. На фронтлайн летит БЦ. Хо, Киана плюс. Каин. Киана. Киана, Т2. Йорик, Т2. Люцин дополнительно хочет закрываться. Ну, блин, наверное, можно Джина скидывать. Думаю, по поводу второй Кианки. Но что-то как-то не придумал пока на нее билда. Куда закидывать? Эко. Эко давно надо выкинуть. Но Эко закрывает Т2. И пока у меня закрыт Т2, Киана нам поставляет предметы. Как только Т2 не будет, то Киана перестанет закидывать компоненты нам, понимаете? Поэтому все еще придерживаем. Люцианам надо забирать. Люциан тоже может быть золотой. Это уже 5 Люцианов. По итогу экономика слита. Мисс Фортуна красиво отлетает здесь. И мои две соночки душат, друзья. Просто душат это лобби. Несчадно. Хотя, мисс Фортуна успела настрелять 11 тысяч. Все еще очень сильно, друзья. Даже с учетом, что он проигрывает, все еще очень сильно. 6 Илаой. 6 Йориков. Вот так оно всегда и закрывается. Вы посмотрите, как много сон было с того момента. У меня было 100 золота на роллы. И по итогу вышло так, что сон я и не нашел ни одной. Капец. Это что такое? Где все соны? Я вытаскиваю лек просто для увеличения шанса по соне. А соны все нет и нет. У меня остальные вон фигуры догнались. Киана догналась. Люциан догнался. Йорик догнался. Капец. Все равномерно должно заходить максимально. Мои соны заряженные. Ходят, делают по 5 тысяч, по 8 тысяч. И мисс Фортуна такая троечка. Пришла на тебе 11 по лицу. Как тебе такое? Вон вижу соночку, ребят, двигаются. Но не знаю, достанется ли она мне. Достанется. Хорошо. И нам остается всего одну соночку найти. Друзья, друзья. Друзья, друзья. Одна сона сюда. Иди к папочке. Два Люциана. Два Йорика. Я не знаю, как этот алгоритм работает, но оно очень часто делает вот таким вот образом. Что оно должно максимально равномерно заходить. Две кианы. То есть только ты вот чуть-чуть носик свой высунул, да, думаешь, сейчас подышу кислородом там наверху, и он тебе на, на еще тебе. Вот ты это забыл, вот это еще забери. Как отвратительно заходит кошмар. Издевается магазин, ну просто издевается. На такое количество золота он просто издевается. Говорит, всех лег собери золотых, тогда ладно, тогда мы тебе одну дадим. Когда каждой леги у тебя будет по восемь, тогда ты закроешь одну в девять. Такая логика. Накидываем много грязи, забираем кучу золота. Красота. Каин, который нам не нужен, и ловушку тоже надо бы забрать. Йорик. Вот придумай теперь, как забрать Йорика. Приходится уже отдавать и Эко, минус true damage, Зикс идет отдыхать. Каин, Каин, Каин. Каин. Кианка одна. Люциан один остался. По итогу у меня одна Кианка, один Люциан и одна Сона. И один Йорик. Ну это капец какое-то издевательство, ну согласитесь. Ну просто с точки зрения самого магазина. Да, я понимаю, что катка очень удачная. Да, я понимаю, что здесь много есть моментов, где мне прям, ну, вкатило. Я это прекрасно понимаю. Но дальше вот эти вот издевательства магазина, это что-то с чем-то. Ну так нечестно. Я отказываюсь. Я отказываюсь это вообще принимать. Я против. Лог? Не буду лочить. Окей. Подождите, там не один Люциан. А, у меня Люциан-то... Нет, два Люциан, да, это был бы один Люциан. Я просто отказался. Понял. Но зато у нас появился Йорик. Что-то закрылось, да? А что я должен был продавать? Продать Сону, продать Киану, либо... Тут пришлось бы, короче, все равно чем-то рисковать. Либо и Лаои, там везде было ровненько. Мне нечего было продавать. Поэтому считаю, что лог был ненужный там. Все правильно сделал. Вот Диксан надо было сейчас забрать. Приподнять шансики. Итак, Золотая Киана есть. Решил, короче, пожертвовать Люцианами. Мне очень хочется увидеть Сону. Прямо очень сильно. А вот и Сона. Хорошо, и по итогу тройка. Опять-таки, довольно криво. Я считаю, что Сона должна была заходить гораздо раньше. Было бы классно, если бы первый аугмент дал хотя бы один дубликат. Хотя бы один дубликат. Было бы ультра. Посмотрите, как красиво Киана всех сразу встанет. И сразу на всю команду раскидывает предметы. Красиво. Но момент она сделала 19 тысяч Киана в билд. В неплохой билд, кстати. Всего 19 тысяч. А вот теперь представьте, давайте смоделируем с вами ситуацию. Я играю битов. Такой, да? У меня порядка там 230-250 тысяч. Я зашел все-таки на 10-ый. Я собрал Киану в Т3. И у меня закрыто 6 битов. И этот персонаж мне дает 19 тысяч урона. Представляете, как я буду матом орать сильно? Просто вообразите себе эту ситуацию. Ну, можно же было их как-то бафнуть? Ну, можно же было сделать так, чтобы она просто шотала столы? Какой-то овер урон. Дайте, пожалуйста. А то она делает полторы тысячи. Полторы тысячи урона. Это, ну, вообще не овер урон. То есть, Лего, она всегда должна побеждать полностью стол с огромным там запасом, чтобы миллиард урона было. Я хочу битов закрыть. Черт! Подписывайся на канал, ребят. Приходите на стрим. И буду всем рад. Стартуем мы, если что, часиком к 6-7. Компания у нас теплая, добрая. Поэтому залетайте. Комментарии пишите свое мнение по поводу этой катки. Будет интересно почитать. Всех обнял. Вам побольше побед. Пока.